Проглотил и психологически сломал Маклайна и нокаутировал. Вот, в общем, это парень, с которым нельзя делать ошибок. Какое бы превосходство не было в мастерстве или скорости, тем не менее ошибок с ним делать нельзя. Так, здатный Крис Ареола на довгие атаки, на различные комбинации. Про это, в общем, сказал тренер Генри Рамирес. Чтобы готовили они особо комбинации, которые будут использоваться, когда Ареоли будет идти на удобную для себя дистанцию. Ну, а мы бачим Дани Боксерев на 10 років старше Виталия Крючко, Крису Ареолу. Нелучка помилка зі зростом в цих данных. Не діє право трёх нокдаунив. Только рефери может заполнить бій или может быть врятованим гонгом в боксер. Виталия Крючко, 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 Крючко. Там зустрічався Виталий. Ну, а тепер мексиканский жах. Крючко, Крючко, Крючко. Крючко, Крючко. так и для жителей Мексики. Кстати говоря, Риола рассказывал, что в детстве ему приходилось заниматься боксом в одном зале с Кулио Сазаром Чавесом, легендарным месиканским боксером. Его батько был знаком с Кулио Сазаром Чавесом и водил его на тренувание. Ну а теперь черга выхода у ринг нашего чемпиона Виталия Кличка. Огромное количество людей машут украинскими флажками. Так, різноморитные прапоры, которые есть и немецкие, и украинские, и мексиканские, и американские. Третий поединок після повернення Виталия Кличка у ринг. Далее стоит шум и грохот. Буквально невозможно слышать собственный голос. Наверное, телевизор не способен передать. Виталий сосредоточен и очень сконцентрирован в возбужденном состоянии находится. Так, брают желваки, как завжди. Ну а теперь Майкл Баффер. Компания КТУ из промотions. Сразу вам же Дэн Густсон промотions. Орган вызывал Цей Би за звание чемпиона свиту у супервашки базе. Суды на ваших экранах, которые будут подраховывать пункты в каждом раунде. Если дойдет до этого дела, и они будут вырешивать, кто же перемог. Чемало кто в это верит, враховывая то, что настоящие нокаутеры в ринге. Джон Скорл. Джон Шорл, рефери этого поединка. И здесь же Степпл в центре в 2004 году он был рефери боя с Коррис Андерсом. В котором Виталий завалювал титул чемпиона мира. Знаменитая фраза от Майкла Баффера Полунела. Ну и еще еще надо додать, что дружина этого американского рефери из Украины. Ну а теперь послужные списки. 113 килограммов Арреола, 28 лет. Ему взрослый не 161 сантиметр, как нам показывают, а 193. Это какой-то жар. 27 побед. Желтой поразки. 24 победы до Строкова. Правильный нокаутер. 300 баллов Арреола на призвищу жар. Безумная подвергка Арреолы. Здесь Степпл в центре. Так, разумею, что тут тяжело Виталю рассчитывать на поддержку. Вы слышите, какая реакция легачев. Так, 2 метра взрослого Виталя. 114 килограммов. Возважен. 38 лет. 37 побед. Две поразки. 36 побед за Строковым. Лише один боксер зміг пройти всю дистанцию с Виталієм. Это был немецкий эдуб Тима Хоффман, как мы помнимо. Ильичко. Ну что ж, майже все готово для початку поединку. Было интересное испытание на боксерских сайтах кто є фаворитом, кто переможе. Так ось и на американских сайтах 75% выдавало перевагу Виталію. Мы зрозуміло, що на наших сайтах выдавало перемогу більше. Близько 75-ти. 75-ти відсотки. Да. Ісключительно електризована атмосфера. А він буде боксувати на дальній дистанції другим номером, відходячи. Так же легко буде пройти цей джеб мексиканцю. Довольно быстро Ореола. Далеко не такой медлительный, як казався прежде. Ну, і вже граючись, не бачимо лівою рукою, Віталій знизу, збоку досягають у мети ці удари. У своїй манері, як і Віталій запущеную лівою рукою, да і право, також запущене. Це не заважає українцю, тому що поки що Ореола не може вийти на зручну досябодистанцію. Наступного тому, що було в бою Віталія Кличко з нігерійцем Сэмюелом Пітером. Не виглядє обезкураденим Крис Ореола поки що. І, в общем-то, по-настоящому сильних ударів ще не пропускав. За виключення лаперкота потулощу на перших секундах. Ну, на мій погляд, насправді нічого у Ореоли не виходить. Він не може вийти. Дистанцій не може дотягнутися. Тож повний контроль зараз за Віталієм. Від нього вже пройшло багато ударів. А ось Ореоли жодного разу не дотягнувся. Крис Ореоли. Крис Ореоли. Крис Ореоли. Крис Ореоли. Конечно, сейчас видно преимущество Віталія именно в опыте, в мастерстве. Прежде всего, это выражается в позиционном чутье. Он очень экономно смещается и при этом становится каждый раз в неудобное положение для Криса Ореоли. Еще поэтому тот не може пока собраться. Так. Освечая реакция на литвирурка. Бешеная поддержка со стороны зала Причем даже трудно сказать В чью сторону Сильнее кричат Фанаты Очень сильная поддержка У обоих боксеров Второй раунд Тут Виталія памятают Зрозуміло Але все ж таки Більше тут болевают Замексиканці До цього не звикати Виталій Сам Виталій казав Що він тут Буде завоювати Серція американського глядача Декілька ударів вже пройшло На початку другого раунду Чіткі, прямі У голову проходять Видно, що Виталій ще не вкладається По-справжньому Своїй атакі Виталій совершенно опустив руки Пытається делать Вести бой Свободно Пытається заставити руки Лететь Потеряться Заставить почувствовать Неуверенность Сейчас отлично Отлична атака Справа была Виталія Кличко Чудово змішується На ногах Працює Виталій У своїй манері Працює За абсолютно Опущеними руками Працює Виталій не дивлючити на те Що все більше і більше пропускає ударів Різноманітніх ударів Все одно Присердує Ідея вперед Все чаще Тут начинать Уже Виталій Проводить Свой Фирменний Удар Левом Снизу Нельзя оставаться Здесь Нельзя оставаться Вблизи Очень много Пропустил Ореола Но Он Еще не Потерялся Уже по лицу Видно, что Жесткие удары У Виталія Доставляють Неприятности Ореоли Все эти Неприятности Ореоли На лице Смотри Некабуть Точно Вправо По настрою Свої стики Зараз мекс Нельзя Нельзя торопиться Що Закинчутся Другий раунд Повна перевага За украинцем Закинчутся 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 Сейчас он пытается плотно перекрыться обеими перчатками. Но мы видели так же, как тяжело дышал в перерыве Виталий Кличко. Здесь еще большую проверку проходит в этом бою его возраст. Все-таки 38 лет. Обычно в таком возрасте подсаживается и скорость, и выносливость. Пока очень уверенно действует Виталий, все чаще достает и справа, и слева. Мы видели сейчас очень точный удар справа в подбородок. Насправді тут проверку проходит и Крис Ареола. Справа в том, что наибольшую дистанцию 8 раундов он проходил еще в 2007 году. Тоже невидимо, насколько он готов и проходил полную дистанцию. Так что Би затягнется. Да, разнообразнее действует Виталий гораздо. И так и нужно действовать. Но не давать Ареоли сближаться, не давать ему возможности попадать. Удар очень опасный у Ареоли. И кроме того, просто пропущенные удары изматывают. Сейчас немного сбавил темп Виталий. Ну, насправді, призупинився и Крис Ареола. Тоже, есть возможность и у Виталия, чтобы перепочлили. Нужно максимально рационально действовать. Если есть возможность брать паузы и внимательно рассматривать соперника и иметь время на принятие решений, то нужно делать такие паузы. Если же эти паузы дают только возможность сопернику оправиться от пропущенных ударов, то значит, эти паузы делать нельзя. И Виталий очень четко контролирует темп и дозирует усилия ударов. Старается, зря силы не тратит. А руйнует усі намагання хоть что-то сделать. Виталий своєю лівою рукою. Постейно упоряджает Крис Ареолу. Постейно упоряджает Крис Ареолу. Постейно упоряджает Крис Ареолу. Он не отступает от своего плана. Он постоянно упоряджает и просинкует. Не смотря на что. Девочки, вы слышите, какая реакция не начинает? Какой удар от Метса. Правый прямой, который не удалил мотив. Каждую удачу публика, каждую удачу Ареолы публика приветствует. Успехов, конечно, не так много на самом деле. Тем не менее, еще раз повторяюсь, нужно быть очень внимательным. Потому что если Ареолу не попадает, это не значит, что он не попадет ни разу за весь бой. Одно попадание может переломить ход поединка. По-прежнему очень удачно уходит от движения соперника Виталия Кличко. Ему удается сдерживать прессент. При этом довольно близко держится Виталий к сопернику. Не пытается бегать от него. Специально держится ближе для того, чтобы иметь возможность самому нанести урон сопернику. Сейчас была не очень понятная атака Виталия. Сейчас много ударов Виталий задает по тулугу соперника, уже думая про следующие раунды, про то, что бой может затягнуть, потому что на самом деле сейчас Крис Ареола демонстрирует непогану стильность. То, что пропускает, его не остановит. Но в него еще не подогнулись. Не смотря на намагание Криса Ареола, он пытается дотягнуть. Величезную колькість ударов ФМХ пропускает, особенно за левую руку Виталия контролирует хит поединку. По-прежнему жестко встречается передней рукой Виталий Кличко. Достает и хорошо уходит в стороны. Это очень важно, заставляя соперника проваливаться, вот как сейчас. Глазный подряд. Не можно занять выходное положение для своей атаки Крис. Офа Баль. Больше шеллен деньги. Не заходи, прийти шеллен деньги. Линкс-раус, китчин-дрехта оверсаль. Клапки от 100%. Эвит, легче. Бачим, який удар пропускает, разючий удар пропускает Виталій. Тут же ему удавалось демонстрировать стейкість. А мы цей удар, до речи, не бачили. Дякуємо на то, что нам зробили такий повтор. Так, ось тут само на середину дистанція небезпечный Крис Ореола. Виталий рискует. В принципе, нормальная ситуация. Каждый боксер периодически позволяет сопернику. Идет на риск и может дать сопернику возможность попасть в него ради того, чтобы самому пробить, когда очень хочется приложиться. Но дело в том, что вот здесь это очень такой тонкий момент. Рисковать, конечно, нужно. Без этого бой не выиграть. Но необходимо каждый эпизод подстраховывать, перестраховывать. Потому что каждый удар Ореолой, еще раз повторюсь, очень тяжелый, очень жесткий. Так, с большей обороты сейчас Крис Ореола. Особенно в этом пятом раунде мы видим, насколько сейчас Виталию нужно больше работать на ногах. И это он делает, до речи, достаточно непоганно. Легко смещается. Смотрите, пропускает Ореола, но стоит. И все равно идет. С какой-то позиции Виталий может выучить. Он это делает. А вот с Кристобалем мы видим, что это очень тяжело найти свою дистанцию, свое выходное положение. Виталий постоянно смещается из стороны в сторону. И уже тут Кристобаля Ореола не знает, что делать. И все, начиная с початка. Хорошо. Не теряет времени. Ни секунды зря не теряет Виталий. И при малейшей возможности наказывает соперника. Но еще раз повторю, для Ореола не в первый раз быть в таком вот положении проигрывающего. Так вот я говорил о том, что Ореола неоднократно уже бывал в ситуации, когда проигрывал по очкам. Тем не менее, он неотступно преследует соперника и в этом случае. Потому что он знает, чего он ждет. Он знает, какой шанс у него есть. Шанс Панчера. Шестой раунд. Шестой раунд. Бой то затягнулся. Багато хто вважало, что бей не пройде по дистанции. Больше того, он не пройде у другую половину. До шестого раунда. Багато хто прогнозировал победу в Италии. Но мы видим, что он не так складывается, как говорится. Сейчас еще есть. Поправить и сказать, хотелось бы побольше ударов по туловищу со стороны Виталя. И побольше чередовать удары по туловищу и в голову. Володимир Квичко, который находится в пути брата, как всегда, також показывал, что нужно делать. Ну, посмотрим, что сменить сейчас Виталий в своей манере. Майже все свои атаки начинают с Лигой Рыки. Виталий, ну, и снова, снова не пропускал Хрис. Все-таки до чего крепкая голова у Ореолы. Так, голова Митцнелла. Неведомо, сколько вытримает голова таких ударов. Они потихоньку аккумулятся, а будут даваться знаки. А тут еще и проблема в том, что большинство ударов Виталия приходится слишком высоко. О, вы же посмотрите, как взорвался в ответ Ореолы. Так, очень быстро перешел в контратаку, а пропустил по тулу, был сразу пробил двойку. Христот дотягнулся. В своем манере вышел из этого сложного становища Виталий. Можно уходить, уходить в сторону. Спасибо, спасибо. Возвращайся в сторону. Сорвский джеб пропускает Виталий. Иногда удары с левой проходят от Ореолы. Величезный размах рук у мексиканца, не очень сильно он поступает в этом параметре, 196 сантиметров против 203 сантиметров от Виталя. Надо сказать, что в момент, когда Виталий бьет джеб в голову и затем апперкот по туловищу, здесь следовало бы сразу после апперкота смещаться влево, потому что на каждый апперкот Виталия Орел отвечает левым фуком в голову и периодически достает. Продолжение следует, что мы видели, все держит, а Крис все идет до того, что бой затягнется. На самом деле довольно неплохо выглядит Крис Орелла вот сейчас в углу. Он не выглядит усталым, смотанным, побитым и не выглядит обескураженным. Это вообще парень, которого трудно смутить, уже говорили об этом. Как и все мексиканцы, до речи, Кристо Баля Орелла демонстрируют свои качества. Мексиканские качества – это мощные боксеры, безкомпромиссные, которые любят идти на риск. Ну а форма Кристо Баля Орелла говорит сама за себя. Он готов к дистанции, к дистанции. Право в том, что раньше он никогда не делал пробежки. Он это не любил и отмолвался это делать. Но перед поединком с Виталем он это делал впервые. Он понимал, что ему это нужно для доволеного поединка. Почаще. Почаще надо менять направление движения Виталию. Вот когда он передует то уход то вправо, то влево, тогда реально ему удается запутать соперника. Это манера Виталя – оттягиваться назад от ударов соперника. Многие кто критиковал Виталя за это. Но дело в том, что никто не может оттягиваться. Нестандартный стиль. Украинец. Само через это он такой незручный. Никто не может для него пристосоваться. Не может и Ореола. Пропускает Ореола. Один удар за другим. Но держит. На удивление держит. А вот, между прочим. Ударная полныйрка. По спине, да. Цей удар заборонено. Ча в профессиональном боксе рефери частенько закрывают очи на себя. Такое впечатление, что вот сейчас Виталий как будто поймал свой ритм. Довольно спокойно уже ведет себя. Сейчас был неудачный удар Ореолы слева. Похоже, что он так поморщился, как будто повредил руку. Насколько это серьезно, трудно сказать. Так, ну и Башковата почав дыхать, ловить по ветру ротом, как рыба у води Крис Ореола. Пропускает Ореолы слева. Он пропускает напроконсе, Виталий. Набеспечный момент был. Это, кстати, был тот самый момент, когда Виталий пробил свой джеб в голову и апперкот по туловищу. И остался на месте. В этот момент как раз Ореола выбросил свой левый фут. Потому что правая рука у Виталия возвращается не к голове, а к поясу. И вот здесь у Ореола была возможность крепко зацепить Виталия Кличко. Так, небеспечный момент, когда он залишился біля канатів, Виталий. Вот двойка. Чистая двойка проходит в голову Крисе Ореолы. Мексиканец пошаткнулся. И тут же пошел вперед снова. Після поединка против Тревиса Уолкера, когда впервые в карьере побывал на подлозе, на канвасе рингу Крисе Ореола, много кто засомневался о его стойкости. И перед поединком с Виталием сказали, что он не очень хорошо держит Крисе. Но мы видим, что на самом деле это не так. Вот зря сейчас Виталий решил поклинчевать. Упустилась под контроль правую руку Ореола. И тут три раза подряд такие тяжелые удары Хукови Поповичу провел. У нас, правда, это какие-то дежави. Это самое схожее мы бачили поединку против Левенса Льюисе. Теж Левенса Льюисе давал вбити себе по аныркам. Побежал вперед Ореола, побежал. И сейчас нужно быть внимательным. Достал, еще раз достает джебом Крис Ореола. Сам натыкается, но... Хороший сейчас левый фук подбородок. Виталий, на встречу. Закономирно сейчас клинчует Виталий. И на самом деле не нужно завжди выходить назад. Потому что может дотягнуть Кристо Баль. Вот сейчас опасно сближались головами бойцы. Опасно, опасно оставаться вблизи после удара справа по туловищу. Тут же вылетает левый фук. Я думаю, что может быть оставить эту повадку Виталию перестать бить по туловищу справа. А наоборот, больше стараться бить апперкоты и хуки по туловищу слева. Так, проверюте починку, вы имеете на увазе. И на самом деле, Кристо Баль Ореола очень любит пиво. Хочу и отмолваться от него в час подготовки. До поединка починку было бы непогано проверить. И уходите за угла. Тут же уходите. Закончился восьмой раунд. Да, ну вот как раз это поединок, в котором нет недостатка экшена. Уже все то, что так любит публика, в том числе публика в Америке, мы здесь наблюдаем. Так, мы бачим, уже потек на циканский низ. Остались четыре раунда. Это будут очень важные раунды. Пока что, сейчас даже не пахнет нокаутом. Так, Боря Думов, Дисноп, еще не Майя. Сейчас мы знаем, насколько жорстким может быть Виталий. Но, по крайней мере, необходимо эти четыре раунда держать под контролем. И не позволять сопернику украсить раунды. И уж тем более не совершать ошибку, которая, как я и говорил, может оказаться фатальной в этом бою. Виталий выглядит очень четко контролирует ситуацию и выглядит в хорошей форме. Не видно усталости. Так, ну, из всего видно, что обидва чудово подготовились на полную 12-раундовую дистанцию. Пропускает правый боковый. Еще один встречный левый фук. Главное, что не сбивается с прицелом Виталий. Навпаки, все лучше и лучше проходят в него атаки. Все четко в голову. Виталий достаточно эффективно зацепляет соперника с дистанции. Один из небезопасных ударов от Крестобеля Ареола – это апперкот. Про это говорил спарринг-партнер Ленс Витакер, которого также взросли под 2 метра. То есть, на самом деле, этого удара мы ни разу не видели от мексиканца, потому что он не проходит поединку с Виталией. Двойка. Двойка от Виталия. Ну, до речи, в последнем поединке перемев Крестобеля Ареола Джамиля Маклайна. И тогда последнюю атаку он также начинал с апперкоту. Да, вот так и надо. Так и надо с дистанции пробивать двойку. И тут же уходить, делать шаг в сторону. И оттуда продолжать атаку. Комбинатии від Криса Ареола, про які казав тренер Генри Рамирос, який он обіцял застосовувати, мы також поки що не бачим. Не дає застосовувати будь-які комбинатии Виталия. Поча відходить і зараз Крис. Да, непростой, между прочим, бой оказался, несмотря на то, что разобрался довольно рано Виталий с соперником, понял, що надо делать. І, в принципі, делать все то же самое, що і з другими. І все у нього получается точно також, як і з другими. Але терпит Крис Ареола, терпит і не прекращає своїх попыток. Ви віць бачить. Ви віць бачить. Ви віць бачить. І віць бачить. Повтор. Повтор. Левий хук. Пробиває Виталий і добавляє правий апперкот в голову. Посмотрите, какой тяжелий правий фук в голову. І все терпит Ареола. Так, насправді, серйозна стійкасть. Мабуть, ніхто не очікував, що зможе і таке обутримувати Крис Ареола. Десятий раунд. Три раунда впереди у Віталія Кличко. Їх треба провести максимально собрано. Не дати ні одного шансу сопернику. Жодного раунду не виграв Кристо Баля Ареола. Насправді, хоч він так і непогано виглядає у поєдинку з Віталієм. Але зараз йому можна мріяти про перемогу лише через нокаут. По-прежому, по-прежому Давид Ареола. Подивіться на те, як діє зараз Віталій, на те, як він виглядає. Здавався, він важко дихає, але ноги його, як і у першому раунді, слухаються відмінно. По-прежому Віталій бомбить туловище соперника ударами справа. Безусловно, вони роблять своє діло. Ну і про левий хук по туговищі тоже не треба забувати. Пару раз Віталій дуже успішно пробив цей удар. І він може бути навіть ще більш ефективним. Зараз таке впевнення, що Віталій б'єт практично на вибор. З будь-якого положення проходять удар. А навпаки, Кріс Ареола у першому чемпіонському раунді нічого не робить. Як ми знаємо, три останні раунди є чемпіонськими. Зараз не задоволює багато глядачів тим, як діє Крісто Баль Ареола. Те, що він мало атакує. Що подивитись на обличчя мексиканців, можна зрозуміти, наскільки йому важко. Зараз він демонструє свій характер. Насправді, таку чесну кількість ударів, як він пропустив, взагалі важко зрозуміти, як він може продовжував. Удачно атакував справа Віталій. Очередній, виіграний, чисту раунд Віталія Кличко. Обіграв, ободрал. Так, рефері дає відмашку. Він дає відмашку, закінчує цей бій. Таким чином Віталій Кличко перемагає. І захищає свій титул чемпіона світу за версію WBC. Жодного шансу не було. Насправді у Кристо Балі Оріоли. І він здає бій. Насправді у Кристо Балі Оріоли були шанси на побіду. І все більш чітко від раунду від раунду действував Віталій Кличко. Но очень расстроен Оріоли. Так, навіть плаче. Мексиканські сльози зараз потікли. Що поробиш? Так, Кличко настільки фантастично має форму на сьогодні, що ніхто не може з ним конкурувати у рензі. 28-річний Кристо Балі Оріоли не виходить на одинадцятий раунд. 38-річний Віталій Володимирович Кличко, виграв кожен раунд. Дружина зі своєю донькою. Донька плачет, як і батько. А дружина, в принципі, навіть посміхається. Оріоли, кстати говоря, всегда говорив, що його вдохновляє його дочка, яка завжди сидить в рингі в його боях. Сьогодні дочка плачет вместе з отцом, уявив перше пораження свого родителя в рингі. Родителя, який завжди був не сокрушений. Він і тут не сломався. Оріоли показав себе, действительно, именно тем, кем он есть. Человек-кремень. Ну, було видно, що нічого не може зробити. І дуже багато пропускає тяжелих ударів Крис Оріола. Возможно, що, действительно, це рішення рефери, по крайній мере, пошло на пользу здоров'ю мексиканського бойця. Ну що ж, все готово для офіційного оголошення результату. Технічним нокаутом через відмову від продовження рефери зупинив бій. І таким чином Віталій Кличко здобуває чергову перемогу. Вже 38-му, на його рахунку 37-му дострокову. Поприєзнував чемпіон Віталій Кличко, який заявив і неоднократно говорив, що збирається бути чемпіоном, як можна більше не віддавати свій пояс. Ну і що цікаво, вже наступний бій свій Віталій планує провести у грудні цього року проти американця Кевіна Джонсона. Невеликий інтервал насправді між поєдинками зараз Віталій обрав. Ну подивимось, це все плани. Ну а Володимир, брат Віталія, через те, що отримав травму і зробили йому операцію на руці, свій наступний бій планує провести вже восени 2010 року проти Еді Чембурса. Центр Павєткін поки що пролітає. Дякую за перегляд. Центр Павєткінь, цікаво господи, Дякую, шкода, шкода, шкода. Привішування, шкода. Капа врипасцію міське тери, Да, сейчас Виталий Кличко дает интервью старейшине боксерской журналистики Лэри Мерчантова. Не слышно, что очень сильный фон и не слышно, что спрашивает Мерчант и что отвечает Виталий Кличко. Да, очень четко действовал Виталий. В своей привычной манере, на самом деле, секрет успеха Виталия Кличко заключается в том, что он умудряется каждому сопернику навязать свою манеру. И сопернику приходится просто следовать за действиями Виталия, как бы играя в его игру. Вот посмотрите, чем это заканчивается. Очень много таких ударов пропустил Крис Ореола. И, безусловно, наверное, стоило этот поединок прекратить. В любом случае, Крис Ореола заслуговує на повагу. Ну что ж, ну а мы будем с вами прощаться. С вами был Вячеслав Понасовный и Владимир Гендин-младший. До новых встреч на канале Интер. Всего доброго.